По часовой стрелке и указанной направлении мы его можем зафиксировать. Саша, пробуйте. Как стать мебельных дел мастером, может понять каждый желающий. Мастер-класс по сборке простейшего стола проводит Вячеслав Казанаев. Дефицита учащихся у него нет, учитывая всплеск частного мебельного производства, специальность интересна многим. В этом году, который у нас осуществлялся набор 15-16 год, было 30 заявок на 25 мест по мебельщикам. По другим специальностям, там МСПР, тоже порядка больше 30. То есть молодежи есть интерес, они идут на эти профессии. Мастер-классы, всевозможные ролики и буклеты, возможностей рекламы много. Но есть такие специальности, которые в этом не нуждаются. Вот бравые студенты училища Олимпийского резерва, будущие пожарные. Желающих попасть в их ряды так много, что поступить можно только с хорошими оценками. При этом многие готовы учиться даже платно. Наряду с колледжами и профучилищами на ярмарке есть и вузы. И в общем, набор специальностей достаточно широк. Как говорят специалисты, образование старается учесть потребности рынка. У нас не требуется такое обучение, как хозяйка усадьбы. Такая профессия была, на нее обучали в училище. Но поскольку они не требуются, не требуется, например, швея, но они уже не востребованы на рынке. Да, какие-то единичные случаи. Поэтому Министерство образования, учитывая вот это, наши выводы, аналитику, они уже убираются из образовательных учреждений. На ярмарку приехали сотни старшеклассников со всех районов и городов республики. И кого-то из них, увиденное, заставило пересмотреть свое решение о том, куда пойти после школы. Хочу здесь получить профессию. Я хочу на медицинский. Еще не решила, сейчас схожу и выбираю. Но в основном хочу остаться в пассе. Прибыл со Скисского лицея, чтобы узнать о профессиях, чтобы определиться, наконец-то, кем буду в жизни. Можно МЧСником стать. Ярмарка имела и другую практическую пользу. В госком занятости получила возможность регистрировать жителей республики на едином портале госуслуг. Те, кто прошел процедуру, теперь могут пользоваться официальным сайтом работы в России и рассылать свои резюме работодателям по всей стране. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.